Всем привет, друзья! Сегодня мы с Саньком решили проверить жимовые способности, жимовую мощь, эктоморфа и мезоморфа. Будем делать жим лёжа, посмотрим, кто сильнее, кто больше пожмёт и так далее. Для этого я надел, естественно, жимовой костюм, все уже о нём знают, плюс 100 к силе, плюс 20 к скорости, это, короче, если надо, будет от соперника убегать. И, естественно, этот костюм очень хорош, потому что он согревает мышцы, когда тренируетесь, это важно, чтобы мышцы были всё время согретые. Также вы не потеете в нём, поэтому я вас уверяю, покупайте этот костюм, ссылка будет в описании, это отличное вложение. Сейчас, ребят, перед жимом мы взвесимся, чтобы вы поняли вот эту разницу между моим собственным весом и весом на штанге, и посмотрим, насколько я сильный. И я тоже, короче, решил пожать, посмотрим, но я не сотку выдержать, а 70, примерно свой вес, но я примерно так и вешу, сейчас мы смотрим, сколько я вешу. 68 ровно. Ну, посмотрим. 70, думаю, на 9-10 сделаю. Ребят, короче, цель этого видео вообще показать вам, насколько плохо у эктоморфов идут жимы, там, и всякие тяговые движения, например, ну, с большими весами, и насколько хорошо они идут у таких телосложений, как мезоморф, эндоморф, которые хорошо набирают массу, хорошо скидывают и так далее. То есть спортивное телосложение всегда рулит, и сил у них, конечно же, гораздо больше. Короче, сейчас посмотрим, Санёк сотку больше пожмёт или я 70. Вот это угарнуло. Ребят, здесь 100 килограмм мы надели, 20-очка, сейчас мы вам покажем, и 2 вот таких десятки. То же самое на второй стороне, и в сумме это 100 килограмм. Пять, да, получалось? Пять, самый стой. Шесть не дотащил, пятёрочка, значит. А теперь наш монстяра жмёт 70. Ты не влазай, да. Ты сам смешал? Да, конечно. Это же 70, но не 70. Ты сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так, 10, как-то. Дле дрыща нормально. Начал с... Все. И вторым подходом я попробую сделать 115 на раз. Это мой разовый максимум. Позвольте, как пойдет. Ты сам нашел? Давай, 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 давай. Не, не вышло. Ну, почти. На сухое ты бы вытянул, я думаю, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, жимы не идут у меня, потому что плечи слабенькие. Плечи просто не вывозят. Надо что-то с этим делать. Синтол, походу, синтол, ребят. Ну, что, Санек, вторая попытка 150. Ой, 150, 115. Было бы неплохо, если бы 150, но ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не сегодня. Не сегодня. Надо отдохнуть. Короче, вывод такой. Ктоморфы не могут сжать много, особенно если это я, бесплесь человек. Поэтому вообще плохо. А мезоморфы красавчики, да, Санек? Сила. Мощь, ставьте Санеку лайк за то, что он, пожалуй, 10 на 5 с весом, сколько ты, 76? 76 килограмм вроде бы. Сот. Семьдесят десять? Че? Ты сказал 10 на 5. Десять на 5? Он 10 на 5 пожал. Да, короче, он сотку на 5, пожалуй, красава. Ребят, мы решили сделать такую челлендж, чтобы я за сколько недель? Давай три. За три недели, чтобы я пожал 120 килограмм на раз. Сейчас мой разовый это 110 килограмм, примерно 110-115 килограмм. И будем стараться побить этот рекорд на 120. То есть на 8 или 10 килограмм больше. Чтобы побить эту цель, я буду использовать тактику двух тренировок в неделю. То есть в один день я буду делать на примерно повторение 5 больше на силу. И во второй день больше на гипертрофию, повторение так на 15, чтобы развить еще и выносливость. Такими темпами, я думаю, что через три недели я все же смогу пожать 120 килограмм. А так, друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. На наш инстаграм. Да, на наш инстаграм. Вот тут будет Санька инстаграмчик. И, короче, пишите в комментариях, сделает ли он 120 через три недели. Я думаю, сделает. Я думаю, да. Так что подписываемся. А вы как думаете, пишите. Пока.